И приехали страны, которые мы не разделяем от себя до сих пор по-прежнему. Например, Казахстан. Вы сами знаете, что само название первозданной России исключает у нас присутствие каких-то дальних иностранцев. Потому что мы, в общем-то, пропагандируем российскую природу. Я, кто не знает, представляюсь, я руководитель фестиваля Олег Мателеев. Вот, поэтому я сейчас просто заполняю паузу. Спасибо. Заполняю паузу, чтобы начать вручение. Вообще, на самом деле, практика показывает, что наше киноискусство природное, оно действительно растет, развивается. И сейчас, вот сегодня у нас здесь только присутствовали руководства Министерства культуры. Для них, я честно скажу, было большое открытие наш фестиваль. Мединский у нас был на открытии, а сейчас он, в общем-то, направил своих заместителей, руководителей департамента. И мы договорились, что будем больше и больше использовать, возможно, и грантовые деятельности. Все вот для того, чтобы вот этих наших замечательных режиссеров, замечательных операторов, все-таки они вышли на уровень, на оплачиваемые, могли планировать, могли выстраивать свои съемочные планы и работать. И я думаю, что постепенно-постепенно мы сделаем, что будет не хуже, чем у других, потому что мы занимаемся вообще пропагандой природы недолго. Это каких-то лет пять, вот так вот плотно занимаемся. И хотя вы сами знаете, что скажем, где-то той же в Америке, в National Geographic журнал 40 миллионов экземпляров. Нам нужна эта тоже. Потому что на самом деле, вот когда почитаешь, вот я смотрю, посетители читаю в сетях, то что пишут, какие отзывы идут. Но на самом деле я иногда даже думал, как специально кто-то написал, потому что пишут, как я люблю свою страну, какая наша замечательная страна. Какая она красивая, как хочется поехать по ней. И вот действительно я ни в одном отзыве не слышал плохого. На самом деле вот за это спасибо вам большое. Потому что вы... Это лучшая оценка нашего труда. На самом деле это не легкий труд. На самом деле к этому тяжело идти. И всем нам фотографам, и операторам. И в общем-то дальше, в дальнейшем подготовка сама фестиваля занимает которое время. Ну, я могу сказать, что фестиваль он будет жить. Сейчас у нас фотографы снова отправляются на съемку. С июня мы открываем наш новый головной проект. Это будет Волга. Это Волга. И не будет секретом, я вам скажу, что на следующем фестивале у нас много будет таких открытий. Необычных. Мы отойдем от некоторого формата. Например, просто скажу, что по Волгу. Вот там вот тот зал, где мастер-классы у нас идут, где дети занимаются. Это будет течет Волга. Потому что пока будет идти экспедиция. Экспедиция с правого и с левого берега будет все время в онлайне снимать. Все, что видят члены экспедиции, тоже будут видеть и видеокамеры. Извините за каламбур. Вот. А потом вот так вот, в таком режиме медленного телевидения мы запустим. Вот это вот постоянно можно будет прийти и посмотреть, а где же я сейчас нахожусь. Течь будет она в течение месяца 24 часа. Ну, конечно, будет фиксация. Какие-то отдельные элементы, какой-то город, какая-то красивая местность. Или, скажем, гидросооружение. Я считаю, что это можно будет зафиксировать большой какой-то фотографией. Ну, конечно, кроме Волги у нас будут и все другие выставки с разных регионов. И, конечно, новые фильмы. Так, готовы уже, да, Свет? Готовы? А то я здесь заговорился уже. Начал рассказывать уже про прошлый фестиваль. Как мы поступим? Я зачитываю, да? Два слова. Два слова пока. Вот, поднесли книжки. В общем, сегодня у нас заканчивается наша кинопрограмма «Природа на ладони». И надо сказать, что, вопреки многим-многим мнениям, кино о природе в России есть. И это кино, мне кажется, будет дальше развиваться. И к нему просто нужно больше внимания и вашей зрительской любви. Но вот мне показалось, что вот тот зритель, который есть у нас, вот который сегодня здесь в зале сидит, приходил к нам в маленький наш темный кинозал. Вот если такой зритель будет, то у нас все впереди, все будет хорошо. Спасибо. Все впереди, все хорошо. Ну что, начинаем, да? Поэтому, внимание. И вот я начну. Вот сейчас только фейс смотрели, вам понравился, да? И мне хотелось бы пригласить для награждения дипломом общероссийского фестиваля природы первозданной России. Дипломом награждается Захаров Леонид Васильевич за активное участие во втором общероссийском фестивале. Захаров Леонид Васильевич, спасибо вам. Видите, не зря ездили, не зря снимали. И с вами пообщались, и документальное подтверждение своих успехов получили. Спасибо, Громады. Как говорится, обязуем всех прийти. Ладно, вам большое. Спасибо. Комсомольская правда, самая комсомолистая правда в мире. Так. Фарсудимов Рамиль. Фарсудимов Рамиль, спасибо вам за прекрасный вопрос. Спасибо за прекрасную выставку, это абсолютно нужное дело. Мне всегда. Спасибо. Курилы, русская земля, надо я. Спасибо. Лук, Кирилл. Светлана, а Кирилл здесь лук? Здесь. Спасибо вам. Хочете сказать что-нибудь хотите, Кирилл? Будете говорить речи? Большое спасибо всем зрителям, я на самом деле присоединяюсь с Лаван, и я очень рад, что в фильмах о природе есть зрители, и надеюсь, что у них с каждым годом будет больше и больше, но мы со своей стороны как бы будем обеспечивать этих зрителей качественными, интересными фильмами и программами. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Очеринка Серафима награждается дипломом 2-го российского фестиваля природы. Дипломом 2-го российского фестиваля природы. У нас есть мультипликаторы, где-то нет, откладываем. Золотая рыбка, мультипликаторы, кто здесь у нас есть? Вот золотая рыбка здесь. Нет? Очеринка здесь. Очеринка Серафима. Вы проходите, пожалуйста. Спасибо. Будете что-нибудь говорить? Спасибо большое. Приятные дня. Да? Рассказывать вас можно? Спасибо. Спасибо. Вообще, вы не сильно не расходитесь. Я просто тоже скажу, что сегодня у нас программа насыщенная. Немножко отвлекусь, просто пауз заполню. У нас мы проявляли, тоже проводили здесь такой внутренний конкурс. Мы пробовали в этот раз, вы видели в том зале, вот, где детки у нас. Это через наш объектив, вот, реклама сейчас была, это наши звезды, ведущие, радиоведущие. И вот фотографии свои сделали, кто как мог, много путешествует. И вот сегодня мы будем тоже поезжать, и будет у нас петь Юта, певица. Вот, начнется через час, по-моему, в 6 часов у нас запланировано. И будет до полвосьмого. Так, Калантарова Наталья, директор Российского государства, Наталья Александровна, директор Российского государственного архива и на подэдокументах. Наталья Александровна, спасибо вам большое за то, что вы нам замечательные... Из архива кто-нибудь есть? ...фильмы дали. Фильмы о природе, которые снимались в начале прошлого века. Нет? Нет. Передайте, пожалуйста. И книжечку. Ну, а сейчас я хотелось бы вот немножко здесь паузу сделать. Уже мы работаем третий год. Еще на Золотой Черепахе начали мы сотрудничать в 13-м году. И вот просто я хочу сказать, что колоссальный энтузиаст вот делает. Замечательный мастер, оператор, режиссер. Человек, который снял вот целую серию, которая прошла по телевидению, и многие видели из вас «Страна птиц» и много-много-много других замечательных фильмов. Одну только кушку, если посмотреть, это просто действительно нескончаемая песня о любви к нашей стране, к ее природе. Светлана Быченко за активное участие в 2-м общероссийском фестивале природы. Светочка, вы молодец. Спасибо. Свет, спасибо. Ну вот, по-моему, это опять вы. Это не случайно. Потому что по названию кинофабрика. Ага, ну нет, мы объявим, потому что на самом деле, в общем-то, один из первых фильмов, да, у вас был? Да? Просонар. Да. Вот. Мультфильм это был. Мультфильм. Да, анимационный фильм. И вот созданная работа, на самом деле, вот, я говорил, то, что все вот созданы вот эти вот целые серии фильмов, там, «Чакатанские вороны», «Вороны Большого Города», «Пукушка», я уже говорил, «Братья и Птицы» и много-много другое. Это создано кинофабрикой «Слон и Ко». Это как раз и есть в слове «Слон» Светлана и ее товарищи. Спасибо. Света, спасибо вам. Так, а в этом году мы подружились еще с одной замечательной кинофестивалем. У нас много дружим с кинофестивалем и давно уже дружим с кинофестивалем, который ВГТРК организует в Канты-Мансейске. Прости, сохранить. Вот. В этом году мы подружились, я думаю, надолго. Кинофестиваль «Золотая рыбка». Пожалуйста, Риктор. Спасибо большое. У нас завтра большая будет премьера. В 15.30 приходите смотреть тот фильм, который сделали наши замечательные мастера-мультипликаторы в рамках кинофестиваля и выставки «Первозданная Россия». Я надеюсь, что это будет очень интересный показ. Сказки доброго лиса. Спасибо вам большое. Замечательное вы дело ведете. Бируля, Маргарита. Маргарита, Бируля. Маргарита. Маргарита, Бируля. Нет ее где-то. Она работает. Она в работе подойдет сейчас, я думаю, будет. Так, а из студии «Пчела» у нас кто-то есть? Студия «Пчела»? Студия «Пчела»? Студия «Пчела» – это анимационная, замечательная студия. Очень много фильмов нам премьерных предоставила. Но сегодня не смогли прийти. Студия «Медиапроект». Студия «Медиапроект». Александр, студия «Медиапроект». Студия «Медиапроект». Спасибо. Вы знаете, очень хочется еще раз поблагодарить организаторов, особенно Света, большое спасибо, потому что благодаря фестивалю, что второй год, надеюсь, все дальше будет так же, мы, авторы фильмов о природе, наконец-то увидели друг друга, познакомились друг с другом, поделились своим опытом. Это, конечно, помогает нашему творчеству, и мы будем делать фильмы все лучше и лучше, все качественно и качественно. У нас это формируется уже такое сообщество. Спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо. Видите, какие у нас замечательные друзья, поэтому так-то можно фестивали общероссийские проводить, когда вот такие энтузиасты есть на самом деле. Еще один энтузиаст, мне хотелось бы на первом ряду находиться, это действительно оператор и режиссер Труженик, который прекрасные фильмы снял о Кавказе. Вот мы в Кавказе находимся, я видел Кавказского Лора, который снял последний ряда Чемги. Много-много других замечательных фильмов. Это Михаил Родионов, наш друг. Я от всей души тебя поздравляю и вручаю этот диплом. Я хочу поблагодарить устроителей фестиваля и сказать, что Светлана, она часто говорит, кто-то говорит, что фильмов о природе нет. Это она ссылается, вероятно, на меня, да? Фильмы есть, по-прежнему. Вот, и я хочу сказать, что благодаря фестивалю я посмотрел, что действительно у нас есть задавки, есть люди, работающие реально, и хорошие коллективы, у которых большой потенциал. И у России, в принципе, огромный потенциал в деле съемок фильмов о природе, потому что у нас очень разнообразная природа и совершенно неохваченных тем огромное количество. Я надеюсь, что благодаря фестивалю мы будем эту работу развивать всячески. Спасибо. Спасибо. Кстати, о фестивале я уже как раз начал говорить. У нас традиционный фестиваль всегда в январе. Начинается, открывается в 20-х числах января. И на будущий год тоже будет. Так что мы с вами не расстаемся. И тем более еще, кто если из регионов, то мы дальше поедем также по регионам и по миру. В прошлом году мы 70 стран посетили, наш фестиваль, не мы лично. Почему? Потому что мы там его растиражировали, сделали файлами. Книгу перевели на 7 языков. И фильмы тоже в сжатом виде переправили. Наши российские культурные центры за рубежом. А их оказалось ровно 70. И вот дали возможность посетить, посмотреть все красоты российские за рубежом в целых 70 странах. В этом году тоже будем путешествовать. И вот я думаю, что новыми работами нам добавят и фотографы, и операторы. И в январе мы снова откроемся. Поэтому мы с вами так вот нон-стоп и не будем прощаться. Вот. И еще у меня в руках диплом. Это студия «Золотая лента» активного участия в 2-м всероссийском фестивале природы Хармаданда России. Спасибо вам большое. Спасибо. Можно? Конечно. Вы знаете, я вот необыкновенно благодарна за вот эту награду, но она для меня конкретно, или вот для руководителя студии Екатерины, она особо важна, потому что она принадлежит не нам на самом деле, а тем людям, которые снимали. Правда, Катя снимала в Тулгинской долине, а у нас есть замечательный человек, которого, наверное, все вы знаете, Александр Свешников, который, ну это, он просто одержим идеей природы, и он с камерой проникает в самые далекие уголки нашей Родины. И, конечно, величайший мастер. Но я вот хочу сказать то, что меня очень тронуло присутствие на этом фестивале. Мы живем с вами в бушующем, сумасшедшем мире. Ничего важнее природы нашей Родины, наверное, нет. Поэтому я благодарна, я не знаю, кому первым, вам или Светлане. Это необыкновенный мастер, наверное, вы все знаете. Сегодня, по-моему, по телевидению был твой фильм, потому что мне звонили, говорят, смотри, смотри. Ну, я убегала, но, тем не менее, то, что делает Светлана, это резко отличается от того, что делаем все мы, занимаясь публицистикой, занимаясь, там, какими-то событиями. На самом деле это второстепенно. Первостепенно то, что делает Света и то, что делаете вы. Поэтому огромное спасибо и создателям этого фестиваля, и тем, что есть интерес у зрителей. И поэтому, я думаю, вот эта награда, она одна из самых ценных, она меня просветлила, что думать надо в другом направлении. Спасибо. Спасибо вам за теплые слова. На самом деле, самое простое у меня дело, это придумывать и руководить. А вот Светлана действительно подходит творчески. Это творческий человек, как и многие, многие, я не боюсь это слово сказать, сотни и тысячи фотографов, операторов и других замечательных людей, влюбленных в нашу страну. И, конечно же, этого фестиваля не было бы, если бы не было вот таких вот замечательных посетителей фестиваля, которые, в общем-то, действительно идут и идут. И, кстати, вот по-настоящему просьбили людей, я говорю серьезно, потому что в социальных сетях везде ахали, что не успевают там по разным причинам. Поэтому фестиваль продлевается у нас, и по просьбе ЦДХ, до 26-го числа. Так мы и должны были завтра закрыться. Но вот до 26-го числа будем работать. Ну, немножко, может быть, в ужатом чуть-чуть режиме. Вот один зал там разберем, но вот это все в целом сохранится. Поэтому спасибо вам, спасибо. И не забывайте, что в 6 часов, в 18 часов здесь будет наше радио. Вот, и певица Юта. Это будем подводить итог нашего конкурса через наш объектив. Через наш объектив. Спасибо. Спасибо.